Всем привет! Это Нуб играет в Brawl Stars, где я, Нуб, играю в Brawl Stars. В предыдущей серии я попросил вас выбрать бойца, за которого я буду сегодня играть. И вы это сделали у меня в Телеграм-канале. Кстати, советую подписаться, ссылка в описании. И вы не поверите, победил... Хотя, кто бы сомневался, на самом деле это очень популярный персонаж в Brawl Stars. Один из самых популярных, ребята. Поехали! Поиграем! Итак, заходим в раздел бойцы и ищем нашего Эдгара. Эдгар, вот он, эмо мамин, ё-моё, посмотрите на этого нефора, блин. Эдгара бесит, что его никто не понимает, особенно мама, которая уверена, что это просто переходной возраст. Разве она не видит, что в его душе царит вечная тьма? Ну, если честно, я тоже не заметил, так бывает. Зато у меня лампочка отключилась, вот это печально, конечно. Давайте улучшим этого красавца, поехали. Эй, нефор, нефор! Мы его смогли улучшить только до пятой силы, что в принципе тоже неплохо, однако гаджет мы не смогли ему купить. Кстати, посмотрите, сколько у него можно приобрести гаджетов, сразу видно, что это халявный персонаж. Погнали, испытаем его в тренировочке. Что умеет делать этот парень, сейчас узнаем. Значит, я как понимаю, Эдгар дерется вблизи при помощи своих шарфов. Просто посмотрите, с какой скорости у него восстанавливаются атаки. Очень быстро, я бы сказал. Давайте попробуем спустить все на ноль. Ну, это, конечно, красиво. Наносит он, значит, 756 урона. За один удар. Нет, это получается, он два раза бьет по 756. Офигеть. Ну и вот я накопил ульту. Давайте ультанем в этих бедных роботов. Хоба! Кстати, подожди, что? Он когда прыгает, он не наносит урон? Но зато она достаточно быстро копится, эта ульта. За счет этой ульты ты можешь преодолевать препятствия. Например, такой, как вот этот забор, да? Перепрыгнул и набил людей. Все, значит, набил. И опять перепрыгнул. И набил лицо этому роботу. По сути, это весь геймплей, я как понимаю. Но, может, я не шарю. Выбираем Эдгара. И поехали по накатанной, ребята. Первую каточку мы проведем в столкновении. Кстати, вот в столкновении Эдгар очень себя хорошо чувствует, как персонаж. Я как понимаю. То есть, за него очень достаточно легко играть в столкновение. Сейчас проверим мою теорию. Я не знаю, может, я ошибаюсь, блин. Погнали. Набиваем сначала. Нет, стоп. Здесь Барли. Барли явно хочет получить трамбулей! Молодец, Барли. Барли как не бывало, ребята. Он снова напился и совершил ошибку, блин. Но ничего, бывает. Так, я как понимаю, я улучшился. Давайте проверим пресс вот этому дорогому человеку. Понятно. Пресс у него так себе. Достаточно слабенький, я бы сказал. Слушайте, ну, пока что очень легко. Давайте телепортнемся к этому типу и набьем ему лицо. Отлично. Я не знаю, у меня очень хорошо получается пока что играть за этого красавца. Минус Чувиха. Пока что мне кажется, что это очень халявный персонаж. Может быть, я ошибаюсь. Я не знаю. Но только что я выиграл столкновение. Это было очень легко. Ставьте лайк, если вам понравилось. По-моему, очень грамотно сыграл. По-моему, я вообще всех убил на карте, блин. А дальше мы идем в захват кристаллов. Я захвачу все кристаллы в этом городе. Кстати, напишите в комментариях, а вообще, вы знаете лор этой игры? Про что эта игра? Что это за детишки? Почему они убивают друг друга? Ребята, что тут происходит, блин? Я, например, вообще не знаю, что тут происходит, но у меня в команде две жабы. Это вообще законно? Я не знаю. Так, поехали. Леон. Ты будешь уничтожен, потому что ты не мой Леон. Ты не мой Леон. Все. Боже, как легко. Это было слишком легко. Слишком легко, ребята. Прыгаем к Леону и бьем ему лицо. Убегаем. Убегаем. Есть. Леона загасили. Теперь телепортируемся, помогаем своему братану. Ой-ой-ой-ой-ой. Опасно, опасно, опасно. Я успел. Я успел. Я успел. Это радует. Кстати, ульта у нас сама копится. Мне даже для этого ничего делать, блин, не надо. Все, ульта почти накопилась. Но, конечно, когда я наношу урон, она копится быстрее. Это, конечно, удобно. Так, поехали. Помогаем. Па-па-па-па-па-па-па. Боже, как легко. Как легко. Прощай, Леон. Леона как не бывало. Телепортируемся, потому что зачем ссуваться, блин, под обстрел? Я не понимаю, зачем подсовываться? Просто сваливаем и все, ребята. Кажется, теперь я начинаю понимать, почему в последнее время мне попадаются одни Эдгары. Да потому что это халявный персонаж. За него очень легко играть. Очень легко играть. Просто посмотрите, что я делаю. Все, бой окончен. Жесть. Я ни разу не сдох. Я получил лучший момент в игре. И я стал звездным игроком. Восемь убийств. Ноль поражений. Вот это Эдгар. Шарфорукий Эдгар. Да, теперь это тоже мой любимый персонаж. Погнали в горячую зону. Возможно, там у меня возникнут проблемы. Да, конечно, блин. Проблемы с Эдгаром? Не думаю. Поехали. Ну что, тут в принципе нужно подкрадываться к своим врагам поближе, да? А вот и они. Вот эти ребята. Ну, в принципе, было весело. Я, правда, никого не убил. Но Мортис, или как этого типа зовут, вообще зарешал в легкую. Так, поближе подходим и бьем людям по лицу. Прыгаем за спину и начинаем бить степу все. Да, было очень весело, ребята. Теперь делаем то же самое еще пару раз и выигрываем каточку. Все, за спину телепортируемся. Чувак не ожидал такой дерзости, за что поплатился. Боже, как легко. Ё-моё, блин. Вы будете играть, ребят? Ё-моё. Серьезно, блин. О, у меня Wi-Fi говорит. Пока. Окей. То же самое делаем. Просто зачем менять тактику, если она работает? Правильно? Я вот тоже думаю, что в этом особо смысла нет. Да чего? Легко. Так, Барли тут напустил немножечко жижи. Но, в принципе, мои братаны неплохо с ним справились. Все, мы выиграли. Ребята. Я опять попал в лучшие моменты. Боже, 10-0. В этот раз я превзошел свой предыдущий результат. Офигеть. Ё-моё. Ребят, поверьте, я не понтуюсь. Типа, я так хорошо играю. Просто этот персонаж очень простой в использовании. Все, что нужно делать за него, это разбивать людям лицо. Поэтому я не вижу ничего сложного в этом. И, в принципе, неплохо так справляюсь с этим. А мы идем дальше в Броу Болл. Тут у меня могут возникнуть проблемы, потому что в Броу Болл, я не знаю, почему, но мне тяжелее всего играть. Напишите в комментариях, какое событие вам нравится больше всего. Мне, наверное, нокауты. Нокауты реально клевая тема. Но до них мы еще дойдем. А пока что идем дальше. Кстати, заметили? Я в золотой лиге. Я поиграл сам в золотую лигу. В принципе, в принципе, пойдет. Мне понравилось. Ой-ой-ой. О, меня первый раз убили за все это, за все видео. Зато Бонжур забил гол. И оно того стоило, я считаю. Так, ну давайте не тупить, что ли. Есть. Все, можно идти смело забивать. Причем можно сделать... А, подожди, не у меня мяч. Я что-то думал, что у меня мяч. Ну, короче, мы выиграли. Я даже кого-то убил. Я даже попал в лучший момент. Ты что? Ха-ха. Прикол. Блин, я даже не старался. Серьезно. Давайте еще раз сыграем в Броу Боу, потому что это было, ну, чересчур легко, я считаю. У меня такое просто чувство, как будто я ничего для победы не сделал. Возможно ли проиграть на Эдгаре? Вот этот вопрос уже не дает мне покоя. Потому что выигрывать я понял, что да, мы можем. А проигрывать... Давайте спросим это у Щели. Щель говорит, что это нереально. И Death Gun забивает гол. Красава, броу. Вы слышали, что Эдгар говорит? Он говорит, Боринг, то есть скучно. И реально скучно за него играть, потому что ты всегда выигрываешь. И сейчас будет гол. Нет? Да. Ну, если честно, здесь у меня была очень хорошая команда. Поэтому неудивительно, что мы выиграли. Но я иду еще раз сыграть в Борл Боу, потому что слишком легко. Дайте мне сопротивление. Дайте проиграю хоть раз, ребят. Ага, против нас будет легендарочка. Возможно, сейчас будет тяжело. Но мой Эдгар продолжает говорить, что это скучно. Окей. Даем пас. Окей. Легендарка умирает. Нет? Я чуть не сдох, кстати. Leave me alone. Все-таки Эдгар в натуре трудный подросток. Он говорит, leave me alone, что означает, оставьте меня одного наедине. Ой-ой. Боже. Ладно, все. Я все понял. Я, правда, никого, походу, не убил. А нет, даже двоих загасил. Ха-ха. Офигеть, блин. За Эдгара ты убиваешь и забываешь. Не помнишь, убил или нет. Ладно, ребят. С Броу Болом все понятно. Слишком легко. Идемте в баскетбой. Обычно в баскетбой очень хорошо играть за стрелка. Потому что ты держишь дистанцию, поливаешь снарядами и убиваешь типов. Сейчас попробуем. У нас, кстати, в команде один танк и я. Сейчас попробуем. Попробуем победить. Получится ли? Я не знаю. Спросим у вот этой женщины. Женщина с зонтиком. Давайте забьем, что ли. Промахнулся. Окей. Давайте еще раз. Офигеть. Может еще раз? Десять раз мне может еще раз промахнуться. Жесть. Нет, только не забивай, только не забивай. Есть. Фу, я уже испугался. Думал, все, гол. Что-то не смог забить, прикиньте. Запаниковал. Минус Чувиха. Минус Поко. Поко отдохни, братан. Тебе самое время немножечко взорваться, блин. Гоу. Пипа-пупа забивает. Есть. Ладно, Эдгар хороший баскетболист. Кто бы мог подумать. Забивай, Фрэнк, забивай. Есть. Неймар, Гиэр забивают. Гоу. Офигеть. У меня команда баскетболистов профессиональных. Кстати, Неймар вроде футболист, но ничего страшного. Давайте убьем эту Чувиху, чтобы она не мешала. И Неймар забьет еще раз. Я понял. Неймар не забивает. Убегаем от этой Чувихи. Кстати, посмотрите, насколько Эдгар быстрый. Как с ним бороться, непонятно. Зачем я прыгнул? Зачем я прыгнул, чтобы проиграть? Нет, я, кстати, не проиграл. Это странно. Гоу будет сегодня? Ё-моё. Сколько можно их унижать уже, этих ребят? Есть. Забивают гол. А я получаю лучшие моменты за матч. И у меня 7-0, ребята. Этого Эдгара не остановить. Нефар, давай, Нефар. Это было легко, это было прикольно. Но мы идем в горячую зону. Возможно, что... Подожди, а я уже был в горяч... А, я уже был в горячей зоне. Ну ладно, давайте еще раз сыграем в горячую зону. Почему бы и нет? Вдруг я тогда случайно выиграл? Мы же не знаем. Давайте проверим, так ли Эдгар хорош на самом деле. Получится ли у меня второй раз взять вот этот захват территории? Я не знаю. Сейчас узнаем. Поехали. Мои что-то не спешат как-то. Помогать, блин. Окей. Но мы отбили территорию. Правда, у меня хп не осталось почти. Но сейчас за топ постоим. 11% уже наши. 15-16 тыры-пыры в попе-дыры. Вы поняли. Поехали. Па-па-па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па. Убегаем. Там СТУ пытался нас задудозить. Но мы, в принципе, неплохо справились. А где он, блин? А, он сдох. Ну ладно, бывает. Отходим и делаем сюрприз для этого кактуса. И убиваем Чувиху. И отбегаем. И все. Я не знаю, как это контрить. Напишите в комментариях, пожалуйста, какие персонажи контрят этого, блин, Эдгара. Какие персонажи легко справляются с мощью Эдгара. Напишите в комментариях. Потому что я, например, не знаю. Мне реально тяжело сражаться против Эдгара, когда он мне попадается в противнике. Этот чувак реально очень трудно контриться. И у меня ноль идей, как это делается. Окей. А, все. Окей, я еще раз выиграл захват территории. Зато смотрите, какой у нас Мортис был сумасшедший. Или как его? 7-0, звездный игрок. Сюда. У меня уже восьмой уровень. Двенадцатая серия побед. Это здорово. Это радует. Ну что ж, ребята, погнали в нокауты. Думаю, в нокаутах мне, может быть, будет тяжело. И я надеюсь. Ну сколько можно, ребята? Дайте мне немножко сопротивления. Покажите свой скилл. Своё умение играть и нагибать. Таких Эдгаров, как я. Вообще, вроде нуб играет в Браун Старс, а не профессиональный игрок за Эдгара. Кстати, вот эта карта достаточно непростая. Потому что она открытая. И здесь нужно, блин, уметь подойти поближе к этим стрелкам. Ну, в итоге я понюхал. Зато забрал с собой вроде одного чувака. Поэтому ничего страшного. Надеюсь, моя команда, ну, сможет справиться с одним чуваком. Есть. Сюда. Красавцы. Вообще, в идеале накопить ульту и перепрыгнуть к ребятам. Но это будет долго, скорее всего. А вот и ульта. Поехали. Всё, минус, чуваки. Боже, как легко. Достаточно ульту накопить, прыгнуть в кустики и... Всё. Правильно, ребята. Нагнуть типов. Тринадцатая серия побед. Погнали ещё раз. Я хочу три раза сыграть в нокауты и проверить, так ли я хорош на Эдгаре. Да ладно, при чём тут я? Серьёзно. Мне кажется, любой может классно играть за Эдгара. Потому что это очень простой персонаж. Говорю я всё это видео. Возможно, так оно и есть. И я не знаю, ребята. У меня глючит игра. Здорово. О, иди сюда, иди сюда. Есть. Минус чел. Минус чел. Но не я его убью, кстати, а Барли. Красава. И идёмте к типам. Обнимаем их своими шарфами. Бро. Одень шарф. Одень шарф, а то, блин, простудишься. Сказал я и задушил его. Здорово. Ульту, правда, просрал немножечко. Но ничего, я думаю, она восполнится скоро. Окей, я вижу, там идёт к нам Дерил. Дерил, выходи из кустов, маленький мой друг. Барли, ты можешь их закидать, у тебя всё... Ой-ой-ой. Надо хпшечку восстановить. Но я пока там восстановлю, блин. Поехали. Этот чел сейчас офигеет от мощи. Всё. От мощи моего шарфа никто ещё не избежал. Барли, красава. Но звёздный игрок я. 3-0 сюда. Погнали. Третья каточка в нокауты. Смогу ли я победить? Это будет виндстрик, если получится. Но я не знаю, ребят. Чё-то я засомневался. А вдруг у меня не выйдет? У меня ещё и команда, блин, со мной этот... Как его? Анджело. Анджело тяжёлый персонаж, хочу вам сказать. Это вам не Эдгар прыгать в кусты. К типам. Окей, поехали. Окей. Ой-ой, меня чуть не задудосили. Они знают, кого бить. Они знают, кого бить. Давайте, выходите. Выходите из кустов. Минус Анджело. Ты серьёзно? Па-па-па-па-па-па-па. Минус два чувака и минус чвиха. Боже, ребят, зачем вы вообще подошли впритык? Серьёзно? Вы что, не знали, с кем вы связываетесь? Давайте вот сейчас в кустыки идите. И я прыгаю к вам, ребята. Ждите меня, пусики. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Фу-ху. Боже, как легко. 3-0. Но, кстати, не я один так классно играю. Вот этот чувак прям заточил каточку и стал звёздным игроком. Это гриф, за которого я мог сегодня играть. Но нет, вы выбрали Эдгара, своего любимого персонажа. И у меня 15-я серия побед. Десятый уровень. Это здорово. И прямо сейчас я хочу поиграть в побег с трофеями. Смогу ли я выиграть в побег с трофеями? Я не знаю, ребят. Хотелось бы, блин. Но что для этого нужно правильно? Не тупить. Это как минимум. А как максимум нужно набивать трофеи. Ломать, блин, сундучки. И будку своим противникам. Вот так вот и живём. Всё, берём. Это мне надо. И здорово, чувак. Как дела? Надеюсь, нормально. Без обид я не специально. Окей. А вот у нас следующая жертва. Привет, молодой человек. Кстати, это у нас ещё не прокачанный Эдгар. То есть он без гиперудара, или как это называется. У него нет ни одного гаджета на секундочку. А если его прокачать до максимального урона, уровня силы и прочее, прочее, прочее. Вы просто представьте, насколько он станет имбой. Минус, блин, вонючий чел. Минус Фрэнк. Ой-ой, меня сейчас могут убить? Серьёзно? Нет, чувак убежал. Ну, у нас есть шанс его затащить. Сейчас мы его удивим. И я засомневался в своей победе. Я же играю за Эдгара, ё-моё, блин. Шестнадцатая серия побед. Вот это жесть. О, мы почти Мортиса открыли. Кстати, говорят, что он потяжелее будет как персонаж, не такой, как Эдгар. Вы могли подумать, что я жалуюсь на этого персонажа. Якобы он слишком простой и так далее. Типа, отстой. Нет, ребят, мне очень понравилось играть за эту машину для убийств. Серьёзно. Если прокачать этого персонажа, его вообще не остановить. Или напишите в комментариях, потому что я не шарю, как его остановить. Может, есть какой-то игрок, да, точнее персонаж, боец, который с лёгкостью останавливает все атаки этого эмо. Напишите в комментариях, потому что я нуб. Я просто пи-пи-па-пу-пу-пу, а сам не вдупляю. Ничего, блин. В любом случае, ребята, давайте вы прямо сейчас перейдёте ко мне в Телеграм-канал и проголосуйте, за кого в следующий раз я буду играть. Выбираем мы таких персонажей. Барли, Роза и Эль Примо. А ещё Була туда поставим, потому что я за него ещё не играл. Выбирайте, голосуйте и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить следующие голосования. Всем спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, всем... Па- Субтитры сделал DimaTorzok